Кто стал женщиной года 2023? Совершенно потрясающий концерт. Большое спасибо всем нашим коллегам, дорогим профессорам, профессорскому преподавательскому составу, разумеется, организаторам, моим дорогим студентам, которые сегодня пришли меня поддержать и моим коллегам. Коронавирус никуда не ушел. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Адалина Абдрахманова. В Перми завершился 73-й чемпионат России по самбо. Студентка Казанского федерального университета Ксения Задворнова, одержав победы во всех схватках, стала чемпионкой России в весовой категории до 72 килограмм. Девушка получила путевку на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Армении. В преддверии женского международного праздника состоялся ежегодный конкурс «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». Мероприятие прошло в императорском зале Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года». Данное мероприятие традиционно проходит в преддверии Международного женского дня. «История имеет десятилетнюю давность. Вот родилась лига, как раз в этом году будет 10 лет. И, пожалуй, этот конкурс стал традиционным с той поры, вот изначальной, когда только мы создавались. Это одно из мероприятий многочисленных, которые мы проводили. И, как видите, интерес к нему, участников количества растет из года в год. И жюри, оргкомитету бывает не так просто определить номинантов, лауреантов конкурса. Но это нас очень радует». Награждение проводилось в нескольких номинациях. Обладателями звания «Женщина-ученый» стали Рушана Еремина, Эмилия Валеева, а также Юлия Бахтиярова. Награду за общественную деятельность получили Светлана Беликова, Наиля Гаязова и Розия Ахтариева. «Выдвинули для участия в номинации «Женщина-ученый». И занимаемся мы фундаментальными исследованиями в области физиологически активных веществ. «Мы очень серьезно сейчас занимаемся благотворительной деятельностью. Впервые за этот последний год мы провели две благотворительные ярмарки в нашем институте. Ну и, конечно, вот это направление будет продолжать развиваться. Хотя будем заботиться и обо всем». Рияз Минзарипов, президент Казанского федерального университета, благодарил всех участниц за их вклад в развитие университета и общества в целом. Победителями номинации «Женщина-молодежный лидер» стали Екатерина Сенченкова и Юлия Серегина. Владателями титула «Женщина-мать» Ландыш Сунготольный и Клара Игнатьева. Лидерами в номинации «Профессионал в своем деле» стали Лилия Нурулина, Лауша Кадырова, Дина Сафина, Лилия Султанова, Елена Иванова, Алексея Шубсудинова и Альвина Имамудинова. «Совершенно потрясающий концерт. Большое спасибо всем нашим коллегам, дорогим профессорам, профессорскому, преподавательскому составу всему, разумеется, организаторам, моим дорогим студентам, которые сегодня пришли меня поддержать, моим коллегам. Было все прекрасно». Победители специальных мужских номинаций наградили Екатерина Турилова и Ирина Терентьева. Звание «Мужчина-благородное сердце» было присуждено Владимиру Юринову. В номинации «Мужчина-лидер» были объявлены сразу два победителя, Роман Бабенко, а также Ленар Ахметов. «Отрадно, что последние годы Казанский федеральный университет расширяет кружковые движения, студенческие научные кружки. У нас только в институте на сегодняшний день 24 кружка работают». Стоит отметить, что в этом году конкурс «Женщины-годы» стал юбилейным и был проведен уже в десятый раз. Ева Гаврюшенко, Ева Малиновская, Маргарита Михайлова, Фария Захит, Углы, Универньюз. Что такое кастомер-девелопмент и как стать предпринимателем в стенах университета, расскажет наш корреспондент Анастасия Упаева. В Казанском федеральном университете состоялась лекция «Кастомер-девелопмент». Под этими словами понимается подход к созданию и развитию бизнесов с помощью работы над отношениями с клиентами, а не над самим продуктом. На лекции выступили американские эксперты Эд и Шот, которые рассказали о данном подходе, а также об университетской стартап-студии, которая уже активно функционирует, помогая студентам реализовать свой предпринимательский потенциал. Одна из основных целей стартап-студии – помогать людям развиваться, поталкивать к нужной цели. Она должна научить, как правильно взаимодействовать внутри команды, чтобы создать новый продукт, а не просто научить создавать проект. В стартап-студию могут приходить со своими идеями или включаться в те идеи, которые мы внутри себя ожидаем. Не только студенты, но и аспиранты, и преподаватели, и работники кафедра. И это в целом возможность для работников вузов коммерциализировать те научные наработки, которые у вуза есть. Нас пригласил преподавателя, чтобы мы конкретно на практике показали людям, как делать «Каст-девы». В них в рамках курса у студентов будет задача сделать свой собственный продукт. Они уже отобрали крутые идеи, и сейчас мы им показываем инструмент, благодаря которому они могут идеи улучшить и сделать свой стартап. Также эксперты поделились опытом, который поможет улучшить проект в университетской стартап-студии. В рамках этой студии студенты Казанского федерального университета могут защитить выпускную квалификационную работу, которая выполнена на основе стартапа, и демонстрирует уровень подготовленности выпускника к работе в сфере бизнеса. Также Эд и Шот рассказали студентам о проблемном интервью, которое не менее важно для улучшения работы с клиентами. На данный момент на первую очередь ставятся продуктовые идеи, то есть идеи, направленные на клиента. Перед тем, как создавать стартап, нам надо узнать, для кого он нужен, какие потребности он будет закрывать, какие проблемы сейчас сталкиваются потребители. И вообще об этом всем мы как раз таки и говорили. Отметим, что такие встречи студентов со специалистами помогают лучше изучить специфику студенческих стартапов, а также погружают будущих работников в тонкости предпринимательской деятельности. Анастасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Фарид Захид Аглы, Универньюз. В середине марта с официальным визитом приедет президент Сирии Башар Асад в Москву. Какие вопросы будут обсуждаться и какова основная цель визита, узнавал наш корреспондент. Предполагается, что целью визита президента Сирии станет получение финансовой и энергетической помощи от российского государства на фоне экономического кризиса в Сирии в связи с недавним катастрофическим событием в стране. Напомним, что в начале февраля в Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Известно, что действительно в Сирии огромное разрушение. В Сирии сейчас идет острый энергетический кризис. И, конечно, Сирия надеется, что Россия сможет оказать ей посильную помощь в преодолении вот этих страшных последствий землетрясения. Дипломатические отношения, вижу, с странами установились в июле 1944 года при СССР. Последние годы политические связи России и Сирии сконцентрированы на вопросах внутрисирийского урегулирования. В течение последних лет президент Сирии Башар Асад дважды посещал Россию с рабочим визитом в октябре 2015 года и ноябре 2017 в связи с антитеррористической операцией в Сирийской Арабской Республике с участием российских и сирийских военных. Российская Федерация оказала в Сирии огромную помощь. И военная операция, которую проводила в Сирии в период 15-го, 16-го, 17-го годов, она привела к тому, что смогли благодаря российской помощи и усилиям российской армии победить угрозу, связанную с международным терроризмом, сохранить и сирийскую государственность. И в этом смысле, конечно, помощь, которую оказала Россия и Сирия, она, конечно, неоценима. К мнению экспертов, в ходе сотрудничества обе стороны получат укрепление взаимоотношений. Сирия надеется, что Россия поможет с экономическим кризисом, а Российская Федерация тем временем сможет укрепить союзнические отношения на международной арене. Трибуны пустуют, болельщики в ярости. Чем вызван общественный резонанс в мире футбола? И при чем здесь фан-айди, выяснял наш корреспондент Виктория Нагина. Фан-айди или карта болельщика – документ, который дает право на посещение спортивных соревнований. В России массовое использование карт началось в июле 2022 года и сразу же вызвало волну негодования со стороны футбольных фанатов. Но почему? Ведь фан-айди преследует вполне благородную цель – обеспечить безопасность людей на стадионах. Потому что на футбольные матчи ходят женщины, дети. И чтобы обеспечить максимальную безопасность для уязвимого слоя населения – это тоже большой плюс. У любой медали есть обратная сторона. По мнению фанатов, цель паспорта – не мера предосторожности, а повсеместный контроль за жизнями людей, поскольку карта содержит в себе все личные данные о человеке. Протест болельщиков перестает быть немым. Вместо него – громкая демонстрация своей позиции. Пустующие трибуны на огромных стадионах. Болельщики – такой слой населения, которые очень активно болеют за свою команду, активно болеют за свои клубы. И поэтому какой-то контроль со стороны государства для них очень негативно сказывается. Уже сейчас вопрос об отмене системы Фанайди стоит весьма остро. Однако чем закончится противостояние болельщиков и закона, покажет время. Виктория Нагина, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Коронавирус никуда не ушел. Кандидат физико-экономических наук предсказал, что в следующем году от вируса погибнет еще примерно миллион человек. Ухудшится ли ситуация в 2023 году или все-таки пойдет на спад, расскажем далее в сюжете. То, что ковид исчез из поля внимания, на самом деле абсолютно неправильно. По данным 6 марта 2023 года, всего в мире заразились ковидом около 680 миллионов человек. Из них выздоровело около 650 миллионов. Примерно 6 миллионов больных не оправились от вирусного заболевания. Были надежды, что после омикрона ситуация пойдет на спад, но они не оправдались. Вирус как бы снова и снова делает популяцию доступной к заражению, и что ему обеспечивает бесконечную периодичность процесса. Как и для любого остросепраторного заболевания, эпидемиологический процесс будет идти волнами. Сейчас пока эти волны не зависят от сезонности. Коронавирус достаточно заразен, чтобы сезонность игнорировать, но рано или поздно устаканится. Пока цикличность вируса не синхронизирована со временем года, вирус, в свою же очередь, становится менее смертельным, но более заразным. А это позволяет спрогнозировать, что через год-полтора снова случится резкое изменение заразности. И не факт, что в сторону снижения. Да, коронавирус достаточно заразен, чтобы сезонность игнорировать, но рано или поздно устаканится, и, скорее всего, к нашей старости коронавирусная инфекция станет сезонной. Но вот если кто-то хочет перенести коронавирусную инфекцию достаточно легко, тот должен вакцинироваться. Для того, чтобы избежать заражения, Всероссийская организация здравоохранения рекомендует использовать средства индивидуальной защиты. Не забывать мыть руки, проветривать помещение. Как отмечают специалисты, одним из эффективных методов борьбы с коронавирусом является вакцинация. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Амир Ахтямов, Фарид Захит Аглы, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!